И этой молитвой, прежде всего, своим добрым отношением, своей любовью ко Христу, проповедованием и Слова Божие, конечно же, он привлек многих людей к этому месту. И в скором времени, через три года, здесь будет воздвигнут этот храм, в котором мы сейчас пребываем его трудами, трудами помощников его. Но помимо храма, конечно же, здесь, когда мы создаем эти стены, здесь самое главное создать не сколько стены, а сколько создать крепкую общину. Соплотить вокруг себя прихожан, найти людей, которые разделяют твое чаяние, людей, которые вместе с тобой идут по этой жизни. Я считаю, что у отца Владимира это получилось, что здесь сильный, мощный, хороший приход, здесь совершается ежедневное богослужение. В воскресный день завершается две божественные притургии. И он, конечно же, этот приход, мы сами сейчас с ним находимся, видим, что он мал для того количества людей, которые сюда приходят и прибегают за душевное спасение. Создана здесь хорошая, большая воскресная школа и много других различных проектов, которые отец Владимир возлагал на себя. И социального служения, и просветительского служения, посвящение больниц, посвящение домов-интернатов для детей, для домов-ветеранов для взрослых, попечение о страждущих людях, которые не смогли устроиться в этой жизни. И нужно было действительно их как-то даже просто подкормить. И отец Владимир в этом всегда принимал участие и старался организовать подобную работу не только молитвенную, но и такого разнопланового служения на приходе. Был он после настоятельского такого служения, был поставлен благочинным первого церковного округа города Курска. Под его попечением, таким пастырским духовным надзором, находилось около 15 храмов города Курска, в которых он всегда служил по престольным праздникам, ну и просто посещал их для такого духовного своего кормления. Также в последние годы отец Владимир был поставлен в священном начале Курской епархии, такой церковный суд, который разбирал вопросы этики пастырского служения. И если возникали какие-то вопросы, то он принимал в этом участие и действительно он обладал тем авторитетом, непрелекаемым, который мог позволять ему и для своих собратьев делать какое-то вразумление и говорить на основании своего опыта, что должно, как правильно быть, а чего лучше избежать и для мира, блага церкви, и для мира духовного. Отец Владимир в последний год также был поставлен в Курскую православную семинарию преподавателем, которую он закончил и вернулся в нее он уже снова в качестве преподавателя, когда для студентов, обучающихся, битуриентов он преподавал уже свой опыт священнического служения. И, конечно же, как говорил в начале, вроде бы и недолгую жизнь прожил отец Владимир, но в наших сердцах, в нашей памяти наставил очень много доброго, хорошего, сердечного, то, что когда мы с ним встречались, он всегда с любовью относился к нуждам, с любовью пытался решить любую проблему. И как бы даже первый раз, когда он видел человека, он вот этой любовью делился с ним и пытался по своей возможности ему помочь и поддержать в этой жизни. Здесь сегодня хочется принести, конечно, сердечные, глубокие соболезнования маме отца Владимира, супруге, дочери, которые здесь сейчас присутствуют. Хочется принести такую соболезнование и клиру, прихожанам, приходы, потому что вы сегодня расстаетесь с мудрым, добрым, благочестивым, усердным, трудолюбивым пастырем, который всю свою жизнь положил на создание этого прихода, на создание всего, что находится на этой территории, а еще пачи, то, что он создал, прежде всего, храмы в наших сердцах, потому что мы пришли в вере, пришли в Богу, пришли в эту общину, в ней мы пребываем. Просьба, конечно, такая, чтобы упоминается Владимира, мы пред Богом просили оставление его грехов, потому что, как мы знаем из своего личного опыта, Священного Писания, что нет человека, который поживет и не пригрешит, поэтому ведомые и неведомые грехи, какие-то притязания, обиды, нестроения, давайте мы сегодня от чистого сердца простим отцу Владимиру и попросим отца и Господа нашего, чтобы он упокоил его со святыми, преднял его в обители небесные, берем его. Всего, чего он желал и просил в этом мире, пребывая в церковь Христова. От лица владыки, митрополита, германа, который по стечению обстоятельств не может присутствовать сегодня, то есть наши соболезнования близким, прихожанам, собратьям, прихожанам. Давайте помолимся, пока нет, все, что я говорю, Божий Владимир.